Привет, мои трудолюбивые полиглоты! Я очень долго искала и наконец-таки нашла качественный хороший материал для разбора языка, для аудирования уровня А2. Канал называется Janus Traumstunde. Это очень хороший канал немецкого производства. Ребята на этом канале производят мультики. Это не какие-то прилизанные мультики американского стиля, я такое не очень люблю, а это именно настоящие нарисованные мультики. Мне понравился их язык, вернее, я считаю его подходящим для А2, потому что там именно лексика такого уровня. И, что немаловажно, герои очень медленно и чётко разговаривают. Что касается сегодняшнего видео, лексика из этого видео практически на 80% состоит из уровня А2. И оставшиеся 20% мы сегодня с вами обсудим до начала видео, всё проговорим, разберём, чтобы вы полностью могли уже понимать содержание данного фильма на слух. Для тех, кто сегодня с нами в первый раз, сообщу вам, что вся выписанная мною лексика всегда находится в описании к видео, вы её можете выписать и проработать самостоятельно. Работаем мы следующим образом. Сначала вы слушаете некий отрывок из видео самостоятельно, без субтитров и подсказок, и затем тот же самый отрезок мы смотрим вместе с вами, но уже с моими субтитрами и объяснениями. И в каких-то моментах я буду объяснять, наверное, грамматические особенности. Так что, если вы настроены изучать немецкий язык, то давайте уже начинать. Ребята, я немного повторюсь. Сейчас мы обсудим с вами 12 слов и выражений. Это единственные исключения из видео, которые относятся к уровню B1. Как я уже говорила, вся остальная лексика из видео это будет лексика уровня А1, А2. Так что давайте обсудим с вами лексику B1 и потом уже перейдём к видео. Итак, первое выражение, которое выписала Пельцогольн. Существительное Пельц здесь во множественном числе. В единственном числе будет Дер Пельц. Буква М в скобочках обозначает маскулиным, то есть мужской род Дер Пельц. На первом месте в скобочках стоит окончание генитива ДЕС ПЕЛЦЕС и на втором месте стоит окончание множественного числа ДЕ ПЕЛЦЕ. Глагол ХОЛЕН – это слабый глагол ХОЛЕН ХОЛЬТЕ – ГЕХОЛЬТ и в скобочках вы видите те же самые окончания. Буква Х в данном случае обозначает, что данный глагол образует формы прошедшего времени с помощью вспомогательного глагола ХАБМ. Я эту фразу выписала из-за двух моментов. Во-первых, глагол АНШЛИССН относится к уровню B1 и переводится как СИХ ЕМОНДЕН АНШЛИССН – присоединяться. Глагол АНШЛИССН – это сильный глагол, поэтому я отдельно выписала его в формы. АНШЛИССН – ШЛОСС – АН – АНГЕШЛОССН. И буква Х, как я уже объясняла, обозначает, что данный глагол образует прошедшее время с помощью вспомогательного глагола ХАБМ. Второй момент, почему я выписала данное предложение, это вы видите ДЕН, потом идёт апостроф с буквой Н и БИСЕН. В видео будет у свинки такой довольно необычный говорок. У неё не очень приятные качества будут видео у этой свинки, она такая довольно разнузданная дамочка там будет. И чтобы, наверное, подчеркнуть её слегка плебейское происхождение, я так полагаю, её говору придали лёгкий акцент. Там некие маленькие особенности в произношении, об этом мы поговорим ещё немного попозже. И вот Н БИСЕН – это сокращение разговорного немецкого НЕМНОШКО, чтобы вы могли это сразу прочувствовать. Да, ВЕСТЕКТЕ СИХ ТЕС КЛАЙНЕ ШВАЙНЧЕН ХИТА АЙНЕМ БАУМ. И тут маленькая свинка спряталась за деревом. Глагол СИХ ВЕРСТЕКЕН – ПРЯТАТЬСЯ. Это слабый глагол СИХ ВЕРСТЕККЕН – ВЕРСТЕКТЕ – ВЕРСТЕКТ. И все остальные слова, в принципе, должны быть вам знакомы, тоже с уровня А2. ДАС ШВАЙНЧЕН – это свинка. Само слово производное – ДАС ШВАЙН – начальная форма. В немецком языке есть особенность, что если вы хотите ласкательное придать что-то к какому-то либо предмету, либо человеку, часто добавляется суффик ХИН. И суффик ХИН обозначает всегда автоматически, что существительное будет среднего рода. То есть, если ДАС ШВАЙН – это свинья, то ДАС ШВАЙНЧЕН – это свинка. И в скобочках вы видите также характеристики этого слова. Пробел, кстати, на втором месте, обозначает, что у этого существительного форма множественного числа такая же, как и в единственном числе. И также обратите внимание на характеристики существительного ДА БАУМ. Множественное число будет БОЙМЕ. И буква М значит, что данное существительное мужского рода. ФАНГМИЧТОХМАЛЬ – ПОЙМАЙКА МЕНЯ. Выписала я из-за глагола ФАНГЕН. Глагол ФАНГЕН относится тоже к уровню Б1. ФАНГЕН ФИНГ КЕФАНГЕН. ЛОВИТЬ, ПОЙМАТЬ, СХВАТИТЬ КОГОЛИБО. И МАЛЬ – это тоже такая некая частица, которую практически невозможно перевести, её не нужно переводить, она придаёт всего лишь какой-то эмоциональный окрас. Поэтому я даже при переводе на русский написала ПОЙМАЙКА МЕНЯ. Вот это КА в русском языке тоже по сути не имеет никакого перевода, а это нечто такое, придающее окрас разговорному стилю языка. ПОЙМАЙКА МЕНЯ. Следующая фраза, которую выписала ЭНЕ АНГЛЬ НЕЙМЕН. Существительная идея АНГЛЬ – это опять-таки существительная с уровня Б1 – УДОЧКА. Ну а НЕЙМЕН уже знают все из вас. НЕЙМЕН НАМ ГЕНОМЕН. ВЗЯТЬ УДОЧКУ. И ШТУБУ ФЕЙГН – ПОДМЕСТИ К КОМНАТУ. И в устаревшем значении ШТУБУ может переводиться также СВЕТЛИТЬСЯ. Глагол ФЕЙГН – это слабый глагол. ФЕЙГН – ФЕЙГТЕ – ГЕФЕЙГТ. ПОДМЕТАТЬ что-либо. И следующее выражение я специально написала для вас, его в видео нету, но мне она вспомнилась, потому что у меня есть подруга, которая живёт на чердаке у своих родителей, это как отдельная квартирка, у неё есть свой отдельный вход, и постоянно, когда к ней приходишь в гости, первое, что она говорит – КОМ ТРАЙНИН МАЙНЕ ШТУБЫ. «Проходите ко мне в гости, добро пожаловать». Мне это вспомнилось, показалось забавным, и чтобы вы просто ещё, наверное, имели больше вариаций использования существительной ДИШТУБЫ. В общем, основное значение на сегодня ДИШТУБЫ – это КОМНАТА. В старом значении говорилось СВЕТЛИЦА. Ещё иногда могут ШТУБЫ называть общую мою квартиру, не только гостиную или комнату, а вообще место, где я проживаю, человек может называть «ССМАЙНЕ ШТУБЫ». Затем, оба эти слова, если я не ошибаюсь, тоже с уровня В1, но «АНХАЙЦЕН» – глагол точно. Обратите внимание на множественное число. И что касается глагола «АНХАЙЦЕН», это слабый глагол. «АНХАЙЦЕН» – «АНХАЙЦЕН» – «АНХАЙЦЕН» – «АНХАЙЦТ». Тут, по сути, все слова вам знакомы, но здесь есть такие варианты произношения, которые считаются акцентами, но их всё равно довольно легко понять. Но я их выписала, потому что они довольно часто слышатся в обиходной речи, очень часто даже в шутку. Я знаю людей, которые говорят на «ХОХТОЙЧЕ», но так, ради прикола, скажем так, часто говорят «ЮТ» вместо «ГУТ». То есть «ЮТ» – это «ГУТ» и «НЕТВА» – это «НИЧТ». «ВА» – «НЕПРАВДАЛИ». Кстати, что касается «ЮТ», я не знаю точно, откуда это, но вот это «НЕТВА» – оно где-то с регионов Рейна. Затем «ТЕ ШЛАВАТАЙК». Тут я должна объяснить, как я это перевела, и это не абсолютно стопроцентный перевод, но и слова такого на самом деле не существует. Итак, если вы залезете в словари, неважно в какие словари, существительного «ДЕ ШЛАВАТАЙК» вы нигде не найдёте, оно так-то, по сути, официально не существует. Но его создали в контексте, и мы сейчас будем с вами пытаться его разбирать. Итак, с существительным «ДЕ ТАЙК» я думаю, всё понятно. Что касается частей «ШЛАБА», есть глагол «ШЛАБЕРН». У этого глагола есть большое количество значений, они чаще негативные, но вот есть одно значение, которое нам подходит и которое объясняет, что такое «ШЛАБАТАЙК», а именно «ШЛАБЕРН» — это лизать, лакать что-либо и делать это очень громко. Например, когда кошка лакает из миски молоко, говорят «ТИ КАЦЕ ШЛАБАТИ МЕЛЬШ» — «Кошка лакает молоко». То же самое можно сказать по поводу собаки, когда собака что-то языком облизывает и чавкающие звуки издаёт, это «ШЛАБАРН». Так вот, что касается «ШЛАБАТАЙК». «ШЛАБАТАЙК» — это, получается, должно быть что-то жидкое, что можно слизывать, либо поедать чавкающим звуком. Получается какое-то жидкое, скорее всего, сладкое тесто, потому что иначе никому не захочется есть какое-то обычное тесто. В общем, тут речь идёт о тесте, которое можно слизывать и лакать. Затем устойчивое выражение «Das Leib und Magen gericht». Просто переводится «любимое блюдо». Это выражение стоит запомнить, его разделять нельзя, оно вот как есть, так его стоит и запомнить. А вообще синоним к нему обычно такое слово, как «Mein Lieblingsgericht». «Mein Lieblingsgericht» значит «моё любимое блюдо». Но кто хочет говорить на особо просторном языке, хочет иметь большое количество синонимов, это как раз-таки очень незаезженный, красивый синоним «Mein Leib und Magen gericht». И последнее слово на сегодня – это существительное «Die Kissen schlacht». «Die Kissen schlacht» – разобрать можно две части, а именно «Die schlacht» – борьба, война. И существительное «Das Kissen» – подушка. Так мы поэтому и получаем бой подушками. Так, ну на этом мы закончили. Со словами всё. Теперь, собственно говоря, мы переходим к видео. Сейчас вы будете слушать первую часть без какой-либо помощи. Попытайтесь понять максимум, насколько это возможно, и посмотрим, что вы смогли себя выудить из текста. Приступаем! « Einmal traф der kleine Tiger das kleine Schweinchen. « düş makeup у меня « « « ten молодеж where Волчок в рамках Волчок в рамках Волчок в рамках Дарь я меня тогда немного подключить? Субтитры создавал DimaTorzok Als sie im Wald waren, wollte der kleine Tiger anfangen Pilze zu sammeln Da versteckte sich das kleine Schweinchen hinter einem Baum und rief Such mich, jach mich, fang mich doch mal Der kleine Tiger stellte den Korb für die Pilze ins Gras und rannte hinter dem kleinen Schweinchen her Bis er es gefunden hatte Einmal traf der kleine Tiger das kleine Schweinchen Wo gehst du denn hin, Tiger? In den Wald, Pilze holen Oh, in der Wald Ungefähr genau dorthin wollte ich auch Darf ich mich denn ein bisschen anschliessen? Einmal traf der kleine Tiger das kleine Schweinchen Einmal, как-то раз Traf, это сильный глагол Treffen, traf, getroffen Встречать Кстати, глагол уровня A1 Как-то встретил маленький Tiger Der Tiger Das kleine Schweinchen Маленький Tiger встретил маленькую свинку Wo gehst du denn hin, Tiger? Куда ты идёшь, Tiger? Здесь нам интересно следующее Итак, глагол gehen Глагол движения Gehen, ging, gegangen Это сильный глагол И буква S Значит, что данный глагол Образует форму прошедшего времени С помощью вспомогательного глагола sein Что у нас здесь такое wo и hin Мы знаем вопросительное слово wo hin, куда Это его абсолютный синоним По сути, то же самое wo hin, но разделённое То есть, можно задать вопрос и так Можно задать вопрос и таким образом, как здесь Ставя hin в конце Никакой разницы Пилзы holen Мы обсуждали в Лексике И существительное Дер ВАЛД ЛЕС В ЛЕС Собирать Грибы О, ин Ден ВАЛД О, в ЛЕС Повторяет свинка Унгэфэр, гэнау дотхин, имена туда, волтэ ich auch Хатэла я тоже Глагол волен, волтэ, гэволт, хотеть Дарф мишечтэн биссэн аншлэссэн? Можна ли мне к тебе ненадолго пресоединится? Дарф, это у нас глагол дюрфун Можно ли мне к тебе немного? Вот это эн биссэн мы обсуждали Кстати, это вариант разговорной речи Слышу я очень редко, к счастью Мне такие сокращения жутко не нравятся Я рада, что мало их кто делает Ну, что бы вы имели в виду? Это чаще встречается, признаюсь, мне даже кажется У людей, у которых есть некоторые пробелы в образовании Итак, эн биссэн немного Кстати, что ещё является признаком Не совсем хорошего образования Когда эн биссэн используют С неколичественными предметами Эйн биссэн должно быть С такими словами, которые можно Почувствовать хотя бы Какое у них количество Немного Эти сочетания тоже используются автором Чтобы подчеркнуть, какая свинка Неприличная дама Почувствовать Мы используем не вен, а альса Когда они были в лесу Маленький тигр хотел начать собирать грибы Глагол анфанген Это глагол, кстати, из уровня А1 Начинать Пилзы zusаммель Пилзы грибы И глагол Саммель Сабирать Саммель Саммельте Gesаммельт Da versteckte sich das kleine Schweinchen Hinter einem Baum Und rief Such mich, jag mich, fang mich doch mal Da versteckte sich das kleine Schweinchen Hinter einem Baum Sich verstecken Мы обсуждали в лексике Прятаться Das kleine Schweinchen Маленькая свинка Hinter einem Baum Са какимто деревом Und риф И кричала Глагол рufen Слабый глагол Рufen Риф Gerufen А2 Итак И тут маленькая свинка Спряталась за деревом И закричала Such mich Ищи меня Jag mich Gони за мной Fang mich doch mal Схвати-ка меня Итак, глагол Suchen Искать Suchen Suchte Gesucht Глагол Яген Гнаться Погнаться Охотиться За кем Либо Яген Ягте Геягт И глагол Фанген Обсуждали в лексике Фанген Финг Гефанген Ловить Поймать Схватить Кого-либо И Дохмаль В данном контексте Обозначает Давай Просто Эмоционально Схвати-ка меня Схвати-ка Фанген Фанген Тепельц Мы знаем Грибы Унд Унд Дас Грас Это Трава Инс Грас В траву Либо На траву Итак, маленький Тигр поставил свою коробочку Для грибов На траву Унд Ранте Хинтер Дэм Клайнен Швайнчен Хэ И Побежал За Маленькой Свинкой Глагол Ренен Это Сильный Глагол Ренен Ранте Геран Хинтер Дэм Клайнен Швайнчен Хэ За Маленькой Свинкой Бис Ээээс Гфунн Хат Пока Он Её Не Нашёл Опять У нас Глагол Финдэн Хотя Нет Глагола Финдэн Ещё Небала Финдэн Фанд Гфунн Что здесь Ещё Важно Обратите Внимание Я перевела Пока Он Её Не Нашёл У нас Свинка Женского Рода В немецком Языке Дэс Швайнчен Среднего Рода Поэтому В немецком Предложении Стоит Эс Бис Эээс Гфунн Хат Гфунн 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 Сейчас пришла Таким образом Название Игры Сухун Фанген Сейчас Я буду Тебя Искать Либо Я Тебя Буду Ловить В 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 Корне Глагола Ренен Ренен Это бегать А Davon Ренен Убегать Глагол Davon Ренен Это сильный Глагол Davon Ренен Ранте Davon Davon Геранть В С В И опять повторяется глагол «сих verstecken», значит «тигрёнок убежал» и спрятался до тех пор, пока маленькая свинка его не поймала. Глагол «фangen» мы уже обсуждали, ловить, поймать. И так, что нам здесь интересно, глагол «gehen» имеет основное значение «ходить». Это сильный глагол «gehen, ging, gegangen». И так как у нас здесь прошедшее время, и есть у нас главный член предложения, подлежащее «das», я переведу это «Итак, всё это шло туда-сюда». То есть то он её искал, то она его искала. А вот это «имма hin und her» — тоже такое выражение для обогащения эмоционального речи «туда-сюда», без остановки. «День напролёт», «день деньской». Это тоже устойчивое выражение «день гансен либен так», можно запомнить. Ну и получается «Итак, всё это происходило туда-сюда, весь день напролёт». Тут у нас как раз-таки вот это «юд», о чём я говорила, вместо «гут», диалект. Итак, глагол «können», «können», «könnte», «gekonnt», «mocch», «umеть». Глагол «spielen», «spielen», «spielte», «gespielt», «играть». И получается «мы смогли хорошо друг с дружкой поиграть», не правда ли, «тигр»? «Nicht war», «тигр». «Der Tag war vorbei, und keine Pilze im Korb». «Der Tag war vorbei, день прошёл». «Vorbeisein» можно так и запомнить, можно употреблять практически во всех сферах языка. «Der Unterricht ist vorbei», «der Regen ist vorbei», «дождь прошёл». Итак, день прошёл, und keine Pilze im Korb, и никаких Грибов в Корзиночке. «Heute konnte ich keine Pilze bringen», sagte der kleine Tiger zu Haus. «Denn ich hatte keine Zeit». «Zuerst traf ich das kleine Schweinchen, und dann waren wir im Wald». «Heute konnte ich keine Pilze bringen», sagte der kleine Tiger zu Haus. «Denn ich hatte keine Zeit». «Heute konnte ich keine Pilze bringen». «Sewodnia я не смог принести Грибов». «Heute, сегодня» «Gлагol können», «können», «konte», «gekonnt», «smочь», «summet». «Keine Pilze», «никаких Грибов». «И глагол bringen», «приносить», «bringen», «brachte», «gebracht». «Я привела это с двойным отрицанием». «Я не смог сегодня принести никаких Грибов». В немецком языке мы знаем, два отрицания в одном предложении, даже в предаточных предложениях, не позволят. Но всегда можно использовать только одно. У нас здесь одно отрицание – «keine Pilze». Итак, «я не смог принести никаких Грибов». «Sagte der kleine Tiger zu Hause», «сказал маленький Tiger дома». «Sagen», «sagte», «gesagt», «сказать», «говорить». «De kleine Tiger», «маленький Tiger». И выражение «zu Haus». «Zu Haus» – это опять-таки сокращенная разговорная форма. Правильно будет «zu Hause» с «э» к окончанию «э» в конце. И, кстати, «zu Hause» абсолютно синомично с написанием «zu Hause» отдельно, когда «zu» пишется отдельно, а «haus» с большой буквы «zu Hause», так как у меня не было времени. «Zuerst» traf ich das kleine Schweinchen, und dann waren wir im Wald. «Zuerst» – в начале – «траф ich das kleine Schweinchen». Опять у нас глагол «treffen», «встречать кого-либо», «treffen», «траф», «getroffen». «Uн дан» waren wir im Wald. А затем мы были в лесу. Существительное «der» в Wald уже обсуждали мужского рода. «Im Wald mussten wir ein wenig toben, aber dann war es schon dunkel und ich konnte die Pilze nicht mehr sehen. Nicht gesehen, nicht gefunden. «Im Wald mussten wir ein wenig toben, aber dann war es schon dunkel und ich konnte die Pilze nicht mehr sehen. Nicht gesehen, nicht gefunden. Im Wald mussten wir ein wenig toben. В лесу мы немножко побесились. Im Wald, в лесу, ein wenig, немножко, и глагол «toben» – «беситься», «сходить с ума». И в лесу мы немножко побесились, либо поносились, «носиться» тоже глагол «toben» переводится. Aber dann war es schon dunkel. А потом уже стало темно. Было уже темно. У нас в прошлое время глагола «sein» – «war». Затем было уже темно. Und ich konnte die Pilze nicht mehr sehen. И я больше не мог видеть грибов. Nicht gesehen, nicht gefunden. Здесь тоже типичная форма разговорного языка, когда убирается вспомогательная часть сказуемого. Должно было быть Ich habe sie nicht gesehen und ich habe sie nicht gefunden. Но, как вы уже заметили, в разговорном языке очень сильно сокращать, не все. Что касается людей с образованием, я таких сокращений, к счастью, не слышу. Итак, не увидел, не нашел. «Их!» «Ich muss nur schnell Их!» «Их!» 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 «Wir können doch alles gut zusammen machen. » aber der kleine tiger kam erst so spät nach haus, dass das essen schon kalt war ich konnte die stube nicht fegen, sagte der kleine tiger weil ich keine zeit hatte zuerst kam besuch und dann musste ich so lange meine badehose suchen, weil du sie nicht genau aufgehoben hast ich kann einen kopfsprung am nächsten tag war der kleine bär an der reihe er sollte zwei kleine fische fangen, nahm die angel und ging zum fluss der kleine tiger sollte die stube fegen, kartoffeln schälen, zwiebelchen schneiden und den ofen anheizen am nächsten tag war der kleine bär an der reihe на следующий день настала очередь маленького медведя итак, am nächsten tag, на следующий день an der reihe sein, тоже устойчивое выражение быть, наступать, когда очередь наступила jetzt bin ich dran, lieber jetzt bin ich an der reihe они тоже синонимичны в этом плане сейчас моя очередь и существительная идея bär, медведь слово, кстати, уровня a1 er sollte zwei kleine fische fangen nahm die angel und ging zum fluss er sollte zwei kleine fische fangen der fisch, рыba, слово a1 глагол fangen мы обсуждали ловить, поймать обратите внимание, да, ловить, поймать мы говорили уже и в значении, допустим, играть, ловить кого-то также ловить преступника и здесь у нас выражение ловить рыбу fangen, fing, gefangen повторюсь, это сильный глагол итак, он должен был поймать двух маленьких рыбок нам die angel взял удочку из нашей лексики die angel это удочка und ging zum fluss и пошел к реке существительное der fluss мужского рода der kleine tiger sollte die stube fangen картофельн schälen zwiebelchen schneiden und den ofen anheizen der kleine tiger sollte die stube fangen выражение die stube fangen обсуждали в лексике подметать домик либо комнату итак, маленький тигренок должен был подмести комнату картофельн schälen почистить картошку кстати, существительное die kartofel картофелина из лексики a1 а глагол schälen чистить это уровень a2 глагол schälen это слабый глагол schälen schälte geschält zwiebelchen schneiden тут опять то, что я вам говорила с прибавлением суффикса hin для уменьшительно-ласкательного значения die zwiebel это лук нарезать лучок глагол schälen это сильный глагол schneiden schnitt geschnitten и нагреть печ и глагол анheizen кстати, это выражение тоже из лексики у нас затопить либо натопить нагреть итак, переведу полностью предложение маленький тигр должен был подмести комнату почистить картошку нарезать лучка и нагреть печ он взял веник в лапке глагол nehmen это сильный глагол nehmen нам genommen aber da kam das kleine schweigen vorbei vorbei это отделяемая приставка и глагол полностью звучит vorbeikommen это сильный глагол vorbeikommen kam vorbe vorbeigekommen но тут пришла маленькая свинка и закричала rufen rufen rief gerufen wer geht denn hier mit zum baden кто здесь пойдет со мной купаться что касается zum baden это существительное мы видим это потому что написано с большой буквы но данное существительное образовано от глагола если переводить дословно то получится и кто здесь со мной на купание на немецком языке это довольно частое явление когда из глагола делать существительное и кстати оно всегда я имею ввиду данное существительное бывает среднего рода эту форму легко определить особенно по окончанию когда вы видите перед собой глагол явно и вы видите что это существительное явное окончание n и похоже само но глагол то это существительное образованное от глагола и оно всегда среднего рода итак кто со мной пойдет на купание а если красиво кто со мной пойдет купаться ребята извините сейчас будет вставочка без видео без картинки потому что при обработке видео мне бросилась одна важная вещь в глаза которую я непременно хотела бы вам объяснить а именно вы видите в середине предложения предлог meet meet это отделяемая приставка глаголу геян meet геян пойти с кем либо вместе официально мы знаем по грамматике немецкого языка приставка ставится всегда в конце предложения но в разговорном стиле такое часто допускается особенно в очень длинных предложениях чтобы сократить расстояние между отделяемой приставкой и глаголом ее очень часто ставят в середине поближе к глаголу но как я уже говорила это стиль разговорной речи немцы себе такое позволить могут мы как иностранцы изучающие немецкий язык нам лучше такое избегать и ставить приставку всегда по всем канонам в конце предложения имейте это ввиду и кстати глагол это конечно же сильный глагол потому что независимо от приставок всегда важен корень корень у нас геян 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 я я я я только или мне только нужно быстренько найти мои плавки для купания это глагол баде Der kleine Tiger konnte aber auf den Kopf sprung. Und bald war der Tag wieder vorbei. Wir können doch alles gut zusammen machen, nicht wahr, Tierchen? Das kleine Schweinchen konnte tauchen. Kopf unter Wasser. Говорит «таушен» мы обсуждали, это Лексика B1. И получается, что маленькая свинка могла нырять. Kopf unter Wasser. Держа голову под водой. Das ist Kunst, rief der kleine Tiger. Это искусство, кричал маленький тигрёнок. Die Kunst – искусство. И опять у нас повторяется глагол «rufen». У него есть значение и кричать, и восклицать. И звать, кстати. Рufen, rief, gerufen. Das kann keiner. Этого не может никто. Der kleine Tiger konnte aber einen Kopf sprung. Но маленький Tiger смог прыгнуть головой вниз. Der Kopf sprung – это прыжок головой вниз. Und bald war der Tag wieder vorbei. И вновь, или вскоре, bald. War der Tag – день закончился. Der Tag war wieder vorbei. Мы уже обсуждали. Vorbeisein – закончиться, пройти, окончиться. Der Tag war wieder vorbei. Wieder – переводится как снова. Wir können doch alles gut zusammen machen. Nicht wahr, Tigerchen? Опять у нас «jut» вместо «gut». Итак, мы можем замечательно, либо очень хорошо делать всё вместе. Не правда ли, тигрёнок? Тут она к тигр, der тигр прибавила «hin», «тигрёнок», поэтому получился. И «нет wahr», как я уже объясняла, это из диалекта «nicht wahr». Не правда ли. Und als der kleine Bär nach Hause kam, zwei Fische gefangen hatte, musste er erst die Stube fegen, dann Kartoffeln schälen, Zwiebeln schneiden, den Ofen anmachen. Aber der kleine Tiger kam erst so spät nach Haus, dass das Essen schon kalt war. Und als der kleine Bär nach Hause kam, zwei Fische gefangen hatte, musste er erst die Stube fegen, dann Kartoffeln schälen, Zwiebeln scheiden, den Ofen anmachen. Und als der kleine Bär nach Hause kam, и когда маленький медведь пришёл домой, als когда der kleine Bär, маленький медведь, nach Hause kam, домой пришёл. Nach Hause, как я уже говорила, полный синоним слову zu Hause, вот это слово, которое мы обсуждали. И глагол kommen, это сильный глагол, kommen, kam, gekommen. Zwei Fische gefangen hatte, словил двух рыб, Zwei Fische, двух рыб, словил, gefangen hatte. Musste er erst die Stube fegen. Ему пришлось, müssen, это была работа тигрёнка, тигрёнок её не сделал, и поэтому, говорится, медведю пришлось её сделать, он сделал не по собственному желанию, а так как это не было сделано, ему пришлось, поэтому у нас здесь вместо глагола ЗОЛЕН используется МЮСНЯ. Musste er die Stube fegen, подмести их в избушку, либо комнату, dann kartoffeln schälen, затем почистить картошку, цвебен schneiden, нарезать лук, den Ofen anmachen и затопить печь. Но маленький тигрёнок пришёл настолько поздно домой, что еда уже остыла. Итак, aber der kleine tigre, но маленький tigre, kam, пришёл, это глагол kommen, kommen, kam, gekommen, erst so spät nach Haus, tak поздно домой, обратите внимание, nach Haus, без буквы E, опять-таки, как и zu Hause, то есть это разговорный стиль речи, когда эту букву E просто удаляют. Das ist das Essen schon kalt war. Что еда была уже холодной, если делать дословный перевод, если переводить красиво, он пришёл настолько поздно, что еда уже остыла. Ich konnte die stube nicht fegen, sagte der kleine tigre, weil ich keine Zeit hatte. Zuerst kam besuch, und dann musste ich so lange meine Badehose suchen, weil du sie nicht genau aufgehoben hast. Ich kann einen Kopf sprungen. Ich konnte die stube nicht fegen, sagte der kleine tigre. Я не мог подместить комнату, сказал маленький тigre, так как у меня не было времени. Вражения keine Zeit haben, стоит так запомнить, не имеет времени. Ich habe keine Zeit. У меня нет времени. Зуэст камбисух. Ун данн мусти шо ланг meine Бадехose suchen, weil du sie nicht genau aufgehoben hast. Зуэст камбисух. Сначала у нас были гости. Тоже устойчивое выражение. Зуэст камбисух. Камбисух можно запомнить. Также ещё говорят, wir hatten besuch. У нас были гости. Wir haben besuch. У нас гости. В прошлом времени wir hatten besuch. У нас были гости. Кстати, существительная идея besuch мужского рода. И если дословно переводить само существительное besuch, оно переводится как посещение. Ун данн мусти шо ланг meine Бадехose suchen, weil du sie nicht genau aufgehoben hast. А затем мне пришлось очень долго искать мои плавки. Опять у нас используется глагол мюссен. Мне пришлось искать мои плавки, die Бадехose. И глагол suchen, сухте, gesухт, искать. Потому что ты их отложила не на то место. Глагол aufheben, кстати, имеет большое количество значений. И с ним стоит поработать отдельно, потому что у него очень обширные и важные значения. Но в данном контексте нужно учитывать слово genau. Genau переводится как точно. И перевести можно так. Мне пришлось искать мои плавки, потому что ты их отложила не на то место. Если переводить дословно, ты их отложила не точно. То есть не туда, не там, где они обычно лежали. И поэтому медвежонку пришлось их долго искать. И кстати, глагол aufheben, это сильный глагол aufheben, hop, auf, aufgehoben. Ich kann на то место. Ну и затем нахально он добавляет. Я, между прочим, могу теперь прыгать головой вниз, либо совершать прыжок головой вниз. Я, между прочим, я, между прочим, я делаю кухен. Шлаббер-Teig, мммм, есть мой Лайб- и Майен-Герихт, риф das kleine Швейнхен О, Шлаббер-Teig, риф der kleine Тигер Можете я тоже И так они их не готовы, они не готовы, они не готовы, они не готовы Данах gab es eine Kissenschlacht Wir können doch alles gut zusammen machen, nicht wahr, Tierchen? Sagte das kleine Schwein, aber der kleine Tiger schlief schon Am nächsten Tag nahm der kleine Tiger den Korb und ging los Aber er machte unterwegs einen kleinen Umweg, damit er unbedingt beim kleinen Schweinchen vorbeikommen musste Am nächsten Tag nahm der kleine Tiger den Korb und ging los In следующий день, am nächsten Tag, nahm der kleine Tiger, маленький Tiger взял свою Корзиночку И отправился в путь Und ging los Losgehen и отправился Кстати, losgehen, сильный Глагол Losgehen, ging los, ist losgegangen Aber er machte unterwegs einen kleinen Umweg, damit er unbedingt beim kleinen Schweinchen vorbeikommen musste Aber er machte unterwegs einen kleinen Umweg Выражение einen Umweg machen, тоже стоит запомнить Это обозначает пойти в обход Aber er machte unterwegs, unterwegs переводится по дороге И по дороге он пошел в обход Damit er unbedingt beim kleinen Schweinchen vorbeikommen musste Damit er unbedingt, чтобы он обязательно, либо непременно Unbedingt, можно перевести и так, и так Обязательно, либо непременно Чтобы он непременно, чтобы ему пришлось пройти Vorbeikommen, да, проходить мимо Vorbeikommen kam vorbei, ist vorbeigekommen Чтобы ему пришлось пройти мимо маленькой свинки Wo gehst du denn hin, Тигрchen? Fragt er das kleine Schwein Vielleicht Пельзовы Ах, dann komm doch schnell ein wenig herein Ich mach hier gerade Kuchen Wo gehst du denn hin, Тигрchen? И куда же ты направляешься, Тигренок? Фragt er das kleine Schwein Спросила маленькая свинья Vielleicht Пельze wollen Может быть Собирать грибы? О, dann komm doch schnell ein wenig herein Herein, это отдельная приставка Полностью глагол звучит как hereinkommen Заходить вовнутрь Hereinkommen kam herein Hereingekommen Итак, заходи же тогда побыстрее Ненадолго вовнутрь Ein wenig ненадолго Ich mache gerade Kuchen Я сейчас делаю пироги Тут у нас множественное число Die Kuchen Почему я это смогла определить? Потому что нету артикля В немецком языке, если речь идёт о единственном числе Артикль должен быть всегда Там есть только небольшое число исключений Но в 99% в единственном числе Должен быть артикль Артикля может быть не быть Если существительное во множественном числе И мы слышим об этом в первый раз Или до этого речь не шла Мы сейчас знаем в первый раз Что она якобы делала пироги И Кухен тоже по форме может быть Как множественного, так и единственного числа Потому что Der Kuchen – единственное число Die Kuchen – множественное число Но нет артикля Поэтому я исхожу из того Что здесь множественное число Итак, я готовлю пироги Schlabberteig Is mein Leib- und Magengericht Rief das kleine Schweинchen Oh, Schlabberteig Rief der kleine Tiger Мёчь дичь ау Schlabberteig Is mein Leib- und Magengericht Rief das kleine Schweинchen Итак, сушите на этот Schlabberteig Мы обсуждали И мы с вами это перевели Как некое скользкое тесто Которое можно лакать Причавкивая Итак Это моё любимое блюдо Выражение Das Leib- und Magengericht Мы тоже обсуждали в лексике Rief das kleine Schweinchen Прокричала маленькая свинка Oh, Schlabberteig Rief der kleine Tiger Мёчь дичь ау Ммм, жиденькое тесто сладкое Прокричал маленький Тигр Я тоже хочу Мёчь дичь ау Итак, они не испекли вообще никакого пирога Итак, опять существительная идея Kuchen Здесь у нас единственное число Потому что есть Den Kuchen Это аккузатив единственного числа И глагол Бакен Печь Кстати, что касается глагола Бакен У него Он может быть как слабым Так и сильным глаголом Можно сказать Бакен Бакте Они слезали все тесто Они слезали все тесто Мы обсуждали Шлабберн И потом ничего не осталось Кайна в данном случае Заменяет существительное Де Тайк Тесто И никакого теста больше не осталось А после этого был бой подушками Де кисн шлах Мы обсуждали в лексике Бой подушками Мы все можем Можем вместе делать Очень хорошо Не правда, тигренок? Закте Десклайна Швайн Сказала Маленькая свинка Абадек Лайна Тига Шлиф Шон Но Маленький Тигр Уже Спал Глагол Шлафен Это сильный Глагол Шлафен Шлиф Кошлафен Ну что, ребята На этом мы сегодня закончим Я надеюсь Вам интересно Узнать Что же Произошло С наглой Свинкой И с маленьким Глупым Тигренком В следующей части Я ее уже Подготавливаю Но я желаю Вам всего хорошего На этом мы попрощаемся До следующей встречи Пока Субтитры сделал DimaTorzok